доброго времени суток с вами texer фарминг симулятор 22 я пережил зиму и весну и уже пора собирать урожай тепличка как видимо прибавил смех девять штук я дохода с теплиц просто пускал на новые теплицы заправлял водой всю зиму возил и убрал вот эти две теплицы которые тут были которые портили мне вид нафиг они не нужны ну они за полцены вышли то есть одну тепличку я на них купил и 3 купил на добытые деньги или 4 ну в общем мелочи одной мне не хватает до полного квадрата как я хочу 10 теплиц чтобы у меня было деньги с этого идут я последнюю теплицу не ставил ведь у меня пятнашка есть потому что сейчас понадобится покупать наверняка что-нибудь пусть будут деньги лучше если что поставлю после посадки всех полей всех полей всего одного поля на поле забавный баг если помните предыдущую серию закончил о том что полольник у меня тут покатался у меня 30 процентов было после полольника как и до полольника и я решил что он не полит нифига он прополол смотрите видите поле чистое с этой стороны а вот с этой он пусть торчат с пшеницы то есть тут у меня больше 50 процентов тут у меня как и было 30-40 там он прополол то есть она как было 30 по весне когда я прополол так по осени по весне нет по осени она зимняя да так она и осталась то есть они не выросли они такие остались мелкие страники вот такие дохлые они остались они не выросли полольник что-то такое сглючил я так понимаю поэтому она бы переходить на гербицид а ну что ж убираем урожай сорнячками до что по делу аренда техники по карману бьет неплохо так от 700 в месяц до трех тысяч в месяц с чем связано не знаю куда бедная но вместо месяца тот день игровой худо-бедная день тут поправили еще один раз очень стерный туда-сюда ну полтора раза два раза у меня обычно не складывается есть чуть не цепляющийся дел почему от 700 до двух с лишним я не знаю в аренде у меня долли и в аренде у меня прицеп так прицеп меня обиделся не цепляется больше цепляется все хорошо так но как-то сюда так поехали чуть-чуть чуть-чуть не ушел глава дать на самом деле не страшно то техника легко переворачивать ну в смысле обратно переворачивается на ноги трактор пугает своим бензобаком в нем топливо похоже я не знаю насколько ну это конечно хорошо что я сейчас топлив не покупаю но дело в том что потом то я его наверно заправлю на сколько тысяч этот бак какой-то бездомный бак что я ездил ездил не особо так погнали не начнем с распылением соломы сейчас посмотрим а все нормально все нормально с распылением соломы но сейчас узнаем что за урожай у нас двух полей будет первый урожай из двух полей в прошлый раз там был овес сейчас первый раз пшеница так надеюсь захват 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 ну понятно что я на то что бочку выкупить не менее хватит конечно но не страшно и сейчас после уборки ну не факт что в этой серии я поле расширю до дороги практически блин плуг в аренду ну плуг в аренду куда деваться плуг в аренду так что соседка или сосед 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 в шляпе так за пределы поля не буду соломы насыпать на нее нафиг все внутри то что на поле должно оставаться на поле по-моему в детях кукурузы или что-нибудь таком подобном такое было так ну вот так что куда ж ты круче собака проехал ну ладно не страшно но страничками страничками ну вроде ничего почти ровно оставляет до большого спроса не будут продам сразу нахрен не морочиться невеликая там разница ну если деньги после всего этого останутся десятую теплицу сразу покуплю и уж этой-то зимой точно сестерну выкуплю себе в собственность достало по столько платить не ну когда 700 есть норма а вот когда 3000 да ну ему нафиг за что я блин по кредиту 1800 плачу а кредит на 250 по-моему и что около того а тут блин 68000 прицеп стоит да его он сто раз выкупился блин как выгодно в аренду сдавать все это а ну прям хоть открывай лавку и не писем сдавай в аренду в лице и куда ж ты ну ладно соберу надо было более решительно заезжать а то он чуть сгреб и высыпал вот почему то вот это мне нравится а грузить руками ящики не нравится а вот по полю могу так часами кататься не знаю почему не знаю почему что то в этом есть блин или все таки отдаться жабе и не покупать кирпицей да блин геморроек меньше опрыстываешь ну полой экология ну что тут он глючит ну что как-то странно вроде как не прополол а вроде как прополол а вроде как прополол ну давай давай все хватит ладно по старой доброй методике будем с химией это я березу переехал сюда берешь так на поле надо заряжать решитель да да успел все а тут и тут уже все равно поехали ну пока все довольно быстро поля маленькие оп зараза не посмотришь 100% а он топчет вот он клюют пропахал бракозябра так там сзади заезжать по полям нельзя и насколько я помню поправьтесь не прав но вот замшруты не умеют работать с комбайном им нельзя указать комбайн и точку продали и тут насыпал зараза ладно соберем ну да погрузчик то больше нет ну все две техники ничего ничего мы это исправим да смотрится страшно но усыпь нормально так не исправили этот косяк с полигоном встречающим зерновым но целый прицеп по-моему из лукера не выходит то есть сюда есть что-то засыпать и плюнул соломы еще нормально так ну это несколько бункеров будет это радует меня а ну да два поля в прошлый раз там был по-моему бункер с чем-то а сейчас два раза прошел уже бункер ну все равно бешеных денег не будет думать о своей мельнице рано хотя я не думаю сотка ну я бы хотел еще какой-нибудь из ям замаскировать лучше наверное ту поэтому будет больше сотки после прицепа после того как с бочкой разберусь я нафиксую мукомольню поставлю тряхивай так на один захват мне кажется не хватит что нужно на один захват на один да? ну да не хватит в два пройдем ну там вообще не паримся так заходим и круиз пошли все равно это в следующий раз еще какая-то про мульчирование мне писали там конечно в комментах две версии было что мульчирование пять процентов дает другая что два с половиной я считаю что там уже два с половиной потому что все вот эти начинания разрабов в игре они обычно очень мелкие то есть им можно пренебрегать по большей части можно пренебрегать они тут делают всякое дополнительное ну не скажешь в сложности дополнительные процедуры в игре делают что можешь с полями еще вот это сделать вот это сделать но он там сколько дает что можно и не делать просто правда делали бы весомую прибавку чтобы было заморачиваться то есть итоговое мульчирование плюс там катание катком это вот либо пять либо десять процентов не бешеная сумма чтобы ради этого два раза проезжать поле а если проезжать поле не собой а джам шутом так там и вовсе в минус пойдет даже на большом поле мне кажется минус пойдешь с джам шутом вот если вот это мульчирование проезжать еще чего то такое потому что ну блин ну процентов то мало да а большое поле он по времени то долго будет делать то есть он у него по временной оплаты то есть он по деньгам тебя так это хорошо обойдет обожрет поэтому такое дело не стоит увлекаться так зашел все пошли да в одну сторону почти пол бака набирается там просто я часть шел в бок уже от по 8 ну сейчас как раз прицеп досыпка и ну и в бункер еще наберу так оно и будет ну вот тут уже приятное поле по размеру стало побольше таких но я потом вниз пойду может сорок седьмое поле сорок девятое посмотрю по деньгам потому что там будет хватать просто прицепа так надо деньги над полями набирать а не теплицами я понимаю что я могу вот это все теплицами заставить тут будет просто безумное количество теплиц а ускорение времени я в принципе после этого включить не смогу потому что я просто не успею туда воду подвозить но доход будет переть ну еще народ там ульи разводит хотя денег говорят мало с этого зато они ничего не требуют зато полета унитет руками а руками нельзя там только погрузчиков они тяжелые я помню я улей делал фарминге ставил ну такой маленький пассивный доход чуть-чуть с одной стороны они ничего не требуют с другой стороны и денег копейки приносит в принципе можно но они даже окупятся хрена никогда но 86 процентов в принципе это немало так давай давай а я хоть раз полный прицеп продавал а я продавал да или нет наверное нет все полный прицеп ну чё бункер наверное да или даже больше бункера там два прохода еще скоро соломы насыпают где останавливаются и вот тут какушку надо будет собирать насыпал там когда разворачивался все выкинул вот эту вот справа надо лицаму как-то подхватывать подборщиком так по газам пошел забирать уже не 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 давай внутри поля тут все где она вне поля я буду еще собирать ездить вот с курсом самое то было сейчас да знаете вот во всем сам на комбайне да на курс повесил трактор на продажу на курс повесил трактор с подборщиком на продажу и там есть поля ну на таком маленьком не получится а если поле побольше можно следующий следующим пусть еще трактор который будет уже готовить поле следующий посадки то есть прям жизнь шит на полях а без курса хрена так сделал а джамшруты здесь косячат вот там где был стык полей да они там косячат и разворачиваются им там гранится поле мерещится с собой поэтому все сам со своими руками ну как не потом я возьму большой плуг широкий и пройдусь еще раз там может этот смажет границу поле не знаю потому что пока джамшруты ошибаются и пытаются там отвернуть на этой дорожке то есть ту половину поля он не проехал джамшруты он доезжал как первое поле кончается останавливался там и разворачивался обратно не работает что-то у них хотя вот я сейчас плуг ну блин он маленький плуг ты там не покатаешься сильно ну то есть покататься ничего не мешает но муторно или все-таки сделать ну давайте сделаем все равно сейчас развлеку с плугом будет такая большая все почти до дороги это хороший кусок поля это еще два прохода комбайна это прям много а вот разделяются поля как тут в редакторе строительство красить то есть не утрамбовывать катком это отговорил ну просто каток мне тут хорошо знаком много я с ним поездил ровнее поля ну да вытряхиваю все все ну ну поехали толкнем да 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 я не жду цены не жду нафиг нафиг цены долина золотой венец 459 мне нравится долина золотой венец туда это где на карте там не было еще ни разу а это что мне поезд арендовать надо будет или как что-то я погодите вылези что-то я в сомнениях посетить а арендовать поезд закосарь в час ну это я потяну хорошо а где-то должна быть станция погрузки вот это наверное да секундочку выгрузка загрузка а мне куда а мне наверно туда да мне сюда ну да все значит западный зерновой бункер пометить место нет бэкспейсом да ну вот так еще ладно поперли что ну разрабы не делали но мне кажется было бы прикольно если бы они сделали что если ты едешь с открытым прицепом у тебя все ветром уносило нафиг зерно так ну да первый поворот за сороковым полем да первый поворот за сороковым полем раз смотрите по грузоподъемности опять он не потянул восемьдесят восемь процентов это что такое это как так то есть чего-то я сюда могу загрузить больше а чего-то меньше она считает вес исходя исходя как бы из плотности да вообще забавно все равно достаточно легкая я бы скорее решил что по весу не влезть по объему не влезть по объему влезло по весу нет забавно это реально забавно я думаю так стоит оставить настройку так ну я просто реактивный на этом тракторе просто вот со свистом летаю ну что я сейчас тогда туда второй прицеп потом вызываю поезд перегружаю и отправляю в долину наверное все место я пока этой схемой не пользовался узнаем а тут мост я тут не проезжал еще по моему я по моему поле такое я по моему ездил через переезд ну хорошо давайте вываливаем нет со схемой загрузки на поезд я знаком а вот со схемой продаж за продажей карты нет за пределы карты нет не доверху насыпали халтурщики могли и доверху а ну да то есть процентов полетели стоп это что за фига тень там лежит это что такое мини комбайн пасхалочка ну по крайней мере он не берется ну полетели машины вроде нет можно гонять а не был я тут я еще это говорил что там на скорость их лететь и машина в небо улетит смотри я вот ездил всю зиму я приеду кучу цистям топлива чуть-чуть отнял чуть-чуть каких размеров здесь бак пельнатон был просто маленький бак ну ладно теперь доставочка быстрая что там по времени она ждут 4 минуты ну как раз я продам урожай может может успею салону продать там кстати тоже не один прицеп будет салон и даже я думаю не два и это еще с сорняками а на приборной панели светится стрелочка вперед я так понимаю тут вариатор или автомат или что-то в этом духе стоит потому что с механики нет смысла показывать куда у тебя передача включена так 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 Ну а тут где-то пол прицепа будет, ну тоже хорошо. Уже немножко грязный. Ну, в игре сделано, конечно, мыть технику, но это только на эстетическое восприятие влияет, поэтому мне очень то и надо, по большому счету. Я в какой-то момент мою, то есть когда лишние деньги заводятся, немножко лишнего времени, я начинаю мыть технику. Потом, когда техника становится дохренище, я ее перестаю мыть. У меня прямо в какой-то части, в 17-м, что ли, был загон техники на помывку. После очередной уборочной, все мной, вся участвующая техника заезжала в гаражи и там намывалась. закрываем, полетит. Елки, полтора прицепа, я бы хотел два. Сколько тысяч я, конечно, рублю, но это будет не много тысяч. А, ну еще солома, нормально, мне кажется. 20 с чем-то, я думаю, у меня будет. Очень хочется за зиму вызволить прицеп, собственно. Ну, еще этот надо, теплицу еще купить, десятка будет. Ну, она окупится. Чё-чё, теплица точно окупится. А я буду в телночисть водой. Уже впритык, цистерну тогда большой хватает, вот, на ускоренном времени впритык, то есть я уже езженепрерывно, чтобы успевать кормить водой. Но, может, тут замешано то, что я новые ставлю, а в них надо по 20 тысяч каждую залить, может, поэтому. Может, когда я поставлю последнюю, заполню ее и будет опять халява, там раз в несколько дней выезжать из цистерны. Хотя сомневаюсь, они вот нормально так жрут. А 10 теплиц, каждая по 2000 сожрала, ну, вот и цистерна. А уж 2000 в день они точно сожирают. Ну, раз в день тоже нормально, потому что трактор быстрый, я где-то за полдня с цистерной оборачиваюсь, ну, полдня можно просто смотреть, как цифры пройдут. Или раз в два дня выезжать. Но на целый день дворец. Как-то так. Ну, такое занятие прям зимнее. Зимой, кстати, снега опять не было. Еще было меньше, чем в прошлый раз. Зима тут что-то вообще без снега. И сейчас пойдем покупать. Арендовать поезд. За косарь-то уложусь сейчас. Интересно, вот отнимает время поезд к воду. Счастливую долину, блин. Так, ладно, поперли. Станция аренды поезда. Посетить. Э? Христик. Ну, ладно. Когда-то надо пробовать. Скоро приедет поезд. Давай. Давай. И? Он едет? Ну-ка. Хрен там ночевал. Ну, он скоро приедет. Так, давай-давай-давай. Посетить. Восемь километров. То есть, какое-то время занимает. Интересно, а если так здорово на ускоренном влезть? За аренду прям выложи в гору, наверное, да? Отлично. Не спрашивайте меня, как он сюда повернул? Я не помню, как стрелки переводятся. Так. Зерновой передний вагон. Ну, сами понимаете, вагоны я не особо загружу. Скрепить, сценить ремни? Блин, а чисто если его быстро нажму. Это где-то там, на последней платформе. А, вон они там мигают в основном вагоне. Так. Открыть крышу. Открыть крышу. Начать заполнение. А, что такое зад открыть крышу? Еще открыть крышу? А, я еще где-то крышу открыл. А, на сером вагоне. Угу. Так. Начать с заполнения. Ну, поперли. Пшеница, да. Плюк так. И все. Десяточка кубов. Закрыть. Ну, не знаю, как это работает, но поехали на продажу. Мосяк. Ну. Ухар. Да, конечно, я что-то продал. Ухар. 5000 с продажи урожая так погодите а он вернется другой стороны карты и чего он будет равно у меня в аренде или все он свалил но не предлагают еще раз его арендовать но будем надеяться я потом сюда просто еще раз смотаюсь смотрю пятерик мне отдали тоже хлеб чем примерно как один степлится на разрастемся машина иди нафиг нафиг иди машины просто вырезаются в наглую иногда прям чудом уворачиваюсь так а вот это вот вышка это же бочка с водой да давайте посмотрим или нет водонапорка же нет но хрен ее знает тут ничего нет я просто думал может воды набирать может что-то попроще ну из озера не уколупываться расстояние примерно соизмеримое это озеро и до сюда вот есть он по-быстрому наливая но без пробуксовок можно суда гонять там точки заправки нет я же понимаю что не должно синим светиться что заправлять здесь ну надо как-нибудь с бочки сюда приехать потому что сюда я быстрее долечу мне не надо выколупываться из озера а расстояние одинаковое но если это конечно водонапорка а с другой стороны почему нет по виду похоже водонапорка типичная просто но если это не видовое ну не похоже на видовое просто внизу никаких штуцеров нету ничего такого поэтому смотрится странно но надо на зуб попробовать бота фермер опять поля запустили у меня правда не лучше было так ну чё по сборочку я думаю что тысяч 5 то я погребу да и прицеп сюда не ставить потому что тут будем пахать ну у меня площадка большая полетели какой маленький прицепчик а блин ох накатаюсь так машин нема а даже если ма какая разница таких скросяк с ними ездишь больших довольно да ну ломча вырулю сначала тут по краешку соберу потом уже за целую полосу возьму а ну 17 нормально вырулю копей пунктиром насыпан копейки копейки 5 процентов есть так сходу возьмешь и раз возьмем сходу молодец так вот эту хрень соберу сейчас дерево взять бензопилу пойти к соседу и впилить это дерево вон на хрень не мешало нет в конце поля а на чую территорию по мне нельзя деревья получится так тут вот как некачественно это тоже была последняя дорожка то есть я пока ни одной цельной полосы не собрал не на мусорен нигде вот сейчас пойдет исполнение нормальное и полетело машина проехала я просто звук мотора услышал слева что такое конкуренты прилетели за салоном а не так много я думал больше будет салона скромненько заполняется довольно так мне вот на ту кучку ориентируется то есть это чертово соседское дерево сейчас полный наверное будет к концу ну да и наверное еще один прицеп урожай удался я считаю урожай в общем-то неплохо на пятерку на паровозе отвез правда вот этот пассаж с тем что он вернется в другой стран карты немножко не понял это ладно так сейчас уже полное будет наверное тут кучу хачхап ну и все 9100 поехали так собственно поехали я понимаю что скорее всего в том же месте продавать я солому буду так солома а это ямба но перекупщик еще вот в чем у него падает цена ну да ну я в принципе знаю где это да не понял у меня где-то другой помещен что-то это же тот же перекупщик да правильно просто что я не туда какое-нибудь продам да светится снять пометить что-то бэкспейсом почему-то не пометилось а энтером наверное стрелочки хрен различишь ну туда близко босс альпин модель прицепления называется да потингер от фирмы а босс альпин это модель прицепа мелковат конечно два раза есть приходится на быстром тракторе маленький гусеничный хочется не знаю пока для чего присобачить пока ну и собственно сейчас не сезон что-то покупать какие-то тактора денег нету но как они потом чисто что был но может там с животными что-нибудь он делал слушай очень он прикольный мелкий и химичный не знаю погрузчик не он ставится нет нет уж очень мелкий и за рулем стоит погнали так ну еще на пятерых будет да за соломку да щас размечтался до пятерик душечка там чуде на прицеп но тоже день блин все день все нужно миг ланш ко мне поезд не вернулся ну вдруг он мне предложили арендовать еще один в аренде это понимаю всего один поезд то есть тот уже не вернется он с продажи ушел и там остался но это хорошо сейчас на речу столовую продам и на том закон спашка посевная тоже будет следующее 7 утра да что-то уже так смеркается но на самом деле скорее всего как не расцвело еще так подборщик подборщик погнали так вот это третья третья линия забавная штука подборщики они бы что нафигачивают всякой земли и прочего мусора наверно дохрена а еще скорее всего там надо за высотой как следить ну да она колесиками конечно по земле едет и сама как бы высоту отслеживает но непростая мне кажется эта штука в плане управления то есть не такая вот халява я бы сказал должен тракторец должен мне кажется внимательно следить за процессом а кто останется без подборщика и ломучесть в этой всасывающей части наверно тоже большая булыганы могут попадаться в плане земли нормально синусоида чертова я нормально не просыпал не просыпал все хорошо однако уже полпака пол прицепа а следующий урожай будет еще больше ну не сильно но вдруг затянул до двух прицепов зерна было бы неплохо так 81 я еще придется отвозить два с лишним еще две полоски придется собирать две с половиной два с половиной прицепа 96 97 до конца доеду не не доеду полетели а то может третий прицеп на взлет складываем шасси взлетаем что радует все близко ничего далеко там другой конец карты не вожу ну конечно сейчас потрачу гербицей но должен должен к весне накопить на выкуп бочки просто обязан есть же крамольная мысль может с одной стороны еще одну теплицу не покупать десятку стоит с другой стороны блин она же купится за два месяца и будет уже прибыль приносить с покупкой бочки прекратится убыль ну и да если следующий покупок будет уже поля а каждое новое поле это в урожай очередная кучка денег и с какого-то момента я думаю как поле 3 куплю вот это кучки нибудь такой что с каждого урожая может быть же хоть нормальную технику покупать там или как нормально большое поле так она обычно идет обычно на первом поле дольше всего зависаешь тяжелее всего купится пока аренда техники стоит пока кредит не отдан все отнимает понимает очень тормозит а потом просто как взлетающий самолет видеть успел остановиться на и тогда на этих маленьких полях разведу какие-нибудь виноградники что большую технику загонять сюда зерновую глупо то есть это либо картошка там конь свекла может растить либо винограды оливки мне кажется виноград с оливками тоже такое муторное занятия джон шут тоже на них не пошлешь и все руками скорее всего то есть по них надо маленькая прошу для красоты как у меня вот есть виноградники и оливятники ну что и вот последний заезд 7 я уже получается заработал вот так неплохой урожай покупать я вроде не покупал не тратился да блин поехали у меня вот туда рановато все выпустил скорость упала там решетка стоит чтобы если сосал булаган она сюда не попала месяц салон так айти стоям ба чуть промахнулся ну просто шире подборщик оказался нормально ну 70 копеек немного наверно ну либо как теплица за два дня либо как теплица за день с чем но тоже приятный бомб так ну все сейчас да даже сейчас не повезу повезу потом когда закончится ну как в прошлый раз я делал да у меня прицеп стоял здесь сейчас поле пощупаю сейчас поле пощупаю что тут в прицепе ну но больше половины да ну ну еще пятьсот семь семь с половиной пока поставлю он жить не мешает этот прицеп потом сейчас лучше поле пощупаю и на том закончим давайте чуть такое спахну ну тут нормально оставайся так поезда нет поезда нет смотрим на поле чего тут у нас известь не надо надо удобрить и можно сеять ага а вот тут но тут не поле стопутов надо будет удобрять значит чего значит я тогда возьму плуг в аренду и расширю поле дороги а потом пройду удобрялкой ну и сеять ну короче понеслось все как обычно ну что ж господа на этом все жмите пишите до новых встреч удачи и а а